Итак, у нас студия расширяется, потому что гостей у нас становится с каждым днём всё больше. Итак, в гостях у нас Виктор Нирух, начальник отдела по военно-патриотической работе, значит, регионального отделения ДСАФ. Здравствуйте, могли бы рассказать, как ведётся у нас в этом направлении работа? Доброе утро. Доброе утро. Военно-патриотическая работа – это одно из основных направлений уставной деятельности ДСАФ. ДСАФ для тех, кто не помнит, для тех, кто не знает, что такое ДСАФ – это добровольное общество в содействии армии, авиации и флоту. Кстати, совершенно недавно нашему обществу исполнилось 93 года, и о нём можно рассказывать много замечательных вещей. Скажу только одно, что каждый третий герой Советского Союза во время Великой Отечественной войны – это был выходец из ДСАФ. На этом не будем останавливаться, мы сегодня говорим о военно-патриотической работе. Военно-патриотическая работа – это, с одной стороны, учебный процесс практически, потому что это воспитание, военно-патриотическое воспитание, это есть педагогический процесс. С другой стороны, это выполнение практически государственной программы патриотического воспитания молодёжи, которая, к счастью, есть в нашей стране. И она работает, очень хорошо работает. Но для тех, кто, может быть, не разделяет понятие патриотического воспитания, военно-патриотического воспитания, скажу, очень просто разделить для себя. Если мы готовим защитника Отечества, это ближе уже военно-патриотическое воспитание. То есть это система, которая позволяет формировать мысли человека, чувства человека, идеи молодого человека, понятия определённые, поступки, но с точки зрения защитника Отечества. То есть когда мы готовим непосредственно защитника Отечества, но это не значит, что человека, который будет обязательно носить оружие. Нет, ну мы видим, что периодически это курсы просто физической выносливости, да? Четыре направления можно выделить, да, в военно-патриотической работе. И, кстати, тут ничего нового. Ещё в царские времена всё было то же самое. Это первое, о чём можно говорить. Это, может быть, идейно-политическое направление. Это очень важно, когда мы формируем непосредственно у юноши, у девушки, значит, понятие причастности к своей родине, к своему государству. Второе, это, наверное, морально-психологическое подготовить человека, который в трудных условиях может проявить себя достаточно хорошо. Но вот я всегда повторяю детям и взрослым такие слова, которые ещё командир мне в своё время в воздушно-десантных войсках привил. Это когда ты попадаешь в экстремальную ситуацию, ты не поднимешься до уровня своих ожиданий. То есть не то, как ты думаешь о себе, а ты опустишься до уровня своей подготовки. Поэтому, естественно, тут очень важна психологическая подготовка. Третий момент, я бы, наверное, выделил физическая подготовка, потому что без неё никак мы не подготовим защитника Отечества. И четвёртый, очень важный, это военно-техническая подготовка. То есть когда мы ребят учим АЗАМ непосредственно военной, обращение с военной техникой, с оружием и так далее. Даже самое простое, сборка-разборка. Ой, да много моментов. Могли бы сказать, вот сколько сейчас, получается, молодёжь у нас в Крыму вовлечены в такую вот патриотическую деятельность? И подробнее расскажите как раз-таки про физические подготовки. Как можно стать участником? Куда можно прийти вообще? Хорошо. Ну, я могу говорить о ДОСААФ, я могу говорить о моём видении вообще этого процесса в Республике Крым. Но это будет моё, именно о Республике Крым, это будет моё субъективное мнение. Но всё равно, наверное, интересно. Что касается ДОСААФ, то у нас сейчас непосредственно, ну давайте начнём с того, что в советское время всем военно-патриотической работой занималась практически коммунистическая партия была, которая через комсомол и потом ниже опускаясь до, значит, уровень пионерской организации, а ещё ниже это октябрята. И всё это готовилось снизу вверх. Вот была подготовка такая. А потом наступили 90-е, и всё это разрушилось. Моё мнение, это прежде всего для того, чтобы разрушить нашу армию. Вот было сделано то, чтобы разрушить и ДОСААФ, как субъект, который готовит непосредственно к службе в армии. Но потом наступил, слава Богу, вот сейчас момент, когда мы возрождаем это военно-патриотическое воспитание. И ДОСААФ в том числе, он, кстати, в 2018 году подписан был Владимиром Владимировичем Путиным закон об изменении в законе о военной службе. И там ДОСААФ признан практически основным субъектом военно-патриотического воспитания. Вот у нас в Крыму создано на сегодняшний день 17 военно-патриотических клубов. То есть для того, чтобы... Да, тут такой еще момент, что раньше членом ДОСААФ 14-летние могли быть. И мы непосредственно работали с этими молодыми людьми. Сейчас по закону 18-летние. А это уже люди, которые идут в армию. И когда же с ними работать, когда им 18 лет? Поэтому, естественно, встал вопрос, каким образом мы можем на законодательном уровне подходить к этому ребенку, ну не ребенку, юноше, девушке, и начинать работать. Мы, значит, при ДОСААФ создана ассоциация военно-патриотических клубов. И через военно-патриотические клубы, куда входят дети различного возраста, мы с ними работаем. Направленность работы в военно-патриотических клубах очень разная. Начиная от, допустим, поисковой работы, но это работа с архивами и так далее. То есть они сами, дети не копают, они выезжают, они смотрят, как это делается. И заканчивая клубами, которые готовят будущих десантников, будущих пограничников, будущих летчиков и так далее. 17 клубов, примерно 800 мальчишек и девчонок это в ДОСААФ непосредственно занимается. Плюс с этими клубами еще объединяются и школьные различные объединения, и кадетские классы. Ну, я не знаю, это, наверное, тысяч 5-6 минимум, то есть на базе наших детей, вот в мероприятиях принимают участие. Что касается Крыма в целом, то это юнармия. Да, наши члены военно-патриотических клубов, они тоже в большинстве своем являются членами юнармии. ДОСАФ, ДОСАФ это практически, ну, учредитель, один из учредителей юнармии. У нас в Крыму есть Крым-патриот-центр, с которым мы работаем через соглашение с министерствами образования. Прекрасно у нас отношение с министерством спорта, тоже работаем в этом направлении. Мы вот, допустим, завершающий вопрос зададим вам. Могли бы сказать, вот есть ли какие-то требования к участникам, допустим, кто хотел бы стать частью ДОСАФ? Есть ограничения, кто не может стать? Нет, сейчас ограничения только по возрасту, к сожалению. С 18 лет человек может вступить в первичную организацию, или даже несколько человек могут создать такую первичную организацию, обратиться в местное отделение. У нас в Крыму их практически все регионы охвачены местным отделением. Военно-патриотические клубы, кстати, образованы как при образовательных учреждениях ДОСАФ, так и при местных отделениях. То есть члены ДОСАФ это люди, которые хотят работать в ДОСАФ, хотят поддержать армию и флот и так далее, хотят быть в этой организации. Спасибо большое, что пришли к нам в гости и поговорили с вами на такую важную тему. Виктор Неров был у нас в гостях, начальник отделения по военно-патриотической работе, связанным с общественными организациями физической культуры и спорта регионального отделения ДОСАФ России и Республики Крым. Продолжение следует...